Ирина Торопова 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 Андрей, времени на размышления мало. Понимаете, это разница в подходе. Женщина знает, что делает, а мужчина думает, что с этим делать. Я почему-то всегда, если честно, сомневаюсь в мужчинах. Потому что у Андрея была такая паника в самом начале, я думаю, что проблемы все-таки с ним будут. Потому что в мужском подходе к кулинарии подобные ингредиенты встречаются не так часто. Обычно мы сталкиваемся с более повседневным набором продуктов. Поэтому я знаю, что делать с огурцом. Я знаю, что делать с мясом. Андрею чувствуется, что на кухне появляется очень редко. А если появляется, то только покушать. Давайте я сделаю небольшую подсказку. Вы для себя возьмите один продукт и от него отталкиваетесь. Ну, я возьму мясо, съем его и что, собственно говоря. Я думаю, что мне несложно было бы приготовить из данных ингредиентов какое-то блюдо. Мне хотелось бы терку. Нет, это будет слишком просто. Давайте сделаем. Татьяна уже морковку изрезала, пока вы думаете. Я не сомневаюсь в скорости и способности Татьяны это сотворить. Я опасаюсь, что прежде чем что-то сделать, надо что-то представить, что это может быть. Наверное, все-таки это какая-то закуска, да? То есть это холодно. Почему здесь среди овощей есть фрукт? Он придаст свою кислинку, яблоко кисло-сладкое. То есть мы видим малосольный огурец, сладкую тыкву, капусту краснокочанную, сырую морковку сладкую. В принципе, как и всегда, продукты между собой сочетаются. Я надеюсь, ингредиенты не обязательно использовать полностью. Нет. Главное, все, но не обязательно полностью. Иначе мне не хватит тарелки. Но я должен признаться, что практически в процессе всего приготовления периодически косил глаза. Андрей, как я поняла, вы готовите не часто. Ну, я готовлю не так редко, скажем так, но я готовлю все-таки пользуясь благами цивилизации, которые позволяют в настоящее время, в общем, подходить к готовке в более уже скомпонованном виде. А тем временем у Татьяны уже изрезаны морковка и яблочко. Татьяна, вы уже знаете, что будете готовить, да? Нашей семье принято готовить, и я могу приготовить очень быстро все, что угодно. Поэтому сейчас по ходу разберемся. Вот это заявление, Полина. Это надо учесть, когда будешь пробовать блюдо. Я бы вам больше сказал, я бы предупреждал об этом до начала программы. Мне попался сильный, талантливый соперник, которому удалось лучше меня справиться с поставленной задачей. Морковь с яблоком всегда вкусно, и сочетаются они очень хорошо. Да, но не забываем про то, что у нас еще малосольный огурец. Вот это, да, вот здесь, мне кажется, выбивает из колеи. Андрей, а почему вы все-таки решили снять кожуру с яблочком? Там же самые витамины. Ну, я думаю, что у нас сегодня программа не здоровья, а программа о кулинарии. А мне кажется, что с точки зрения таких вкусовых ощущений при употреблении продукта, вот яблоко, в частности, без кожуры, несколько иначе воспринимается. Я думаю, что сегодня победит все-таки Андрей, потому что, как я всегда говорила, мужчины готовят вкуснее, вот. А если даже он не приготовит вкусно, он возьмет обаянием. Ну, мне кажется, что Андрей все-таки подсмотрел за Татьяной, потому что морковка и яблочко уже нарезаны. Ну, тут, знаешь, опять-таки очень сложно судить, потому что продукты-то одинаковые. Кто у кого посмотрел? Участники стоп, отложили все ненадолго. Прямо сейчас предлагаю посмотреть, что же внутри ваших карманов, какое задание для вас подготовили. Я бы хотела получить конверт дополнительного времени для приготовления. Этого времени мне было чуть-чуть маловато. Несомненно, помощь повара, потому что в любом деле, которым ты занимаешься, если тебе поможет профессионал, то твои шансы на успех многократно повышаются. На счет три вскрываем конверты. Раз, два, три. Да! Что? Есть судьба! Поднял глаза к небесам, когда открыл конверт и обнаружил надпись «Помощь повара», потому что, ну, для меня это было действительно важно. Помощь повара плюс две минуты, я вас поздравляю. Помощь сопернику! Помощь сопернику! То, что у Андрея была помощь шеф-повара, я отнеслась спокойно к этому, потому что я всегда рассчитываю на свои силы. Очень обидно, что сегодня никому не достался мой любимый конвертик, секретный ингредиент. Это был маринованный чесночок. Это такой очередной перчик к маринованным огурчикам. Ну что ж, значит, повезет кому-то в следующий раз. Ну что ж, я запускаю таймер дальше. Полина, тогда давай поменяемся местами, если что, ты на подхвате. Полина, я порежу все сам, мне надо понять, что делать с соленым огурцом, честно. Как его интегрировать сюда. Смотрите, давайте. В тот момент, когда сложность процесса достигла апогея, мне повезло открыть конверт и, собственно говоря, обнаружить там помощь повара, который самые сложные вопросы, что делать с тыквой, например, помог мне решить. Пришла женщина и создала красоту. Вот таким образом это называется. А лук тоже отдельный, его же не стоит. Или все-таки сюда? Нет, в принципе, вот нормально. Я реализовала свою идею в его тарелке. Тыкву все-таки по КВДе. Саму идею объяснила. Справку лучше выбрать, что-нибудь полегче. Постепенно картинка стала прорисовываться и, в общем, в итоге во что-то получилось. Ему прям улыбнулась удача. Так тихонечко вы пошушукались, чтобы Татьяна, видимо, не услышала. Все, все, нет. Вот талантливый человек и профессионал сразу же, собственно говоря, все расставил по своим местам. Татьяна, вы уже решили, что вы будете делать со своим заданием. Будете ли вы действительно помогать? Или немножко облегчить задачу себе? Думаю, что я помогу. Нет, я был абсолютно уверен, что Татьяна не предпримет попытки подпортить мне блюдо. Андрей, посмотрите, повар помогает, соперник помогает. Это для меня просто дар судьбы. Я всегда верил в то, что если ты в нее веришь, то она тебе ответит взаимностью. И поэтому еще больше, чем в судьбу, я верю только в женщин. Полина, вы помогли Андрею. Изменится ли от этого оценка? Нет, все-таки нужно довести до вкуса. Ему нужно соблюсти баланс. Продуктов как ни крути, это не повлияет на мою царь. Вдохновением каким-то Полина поделилась со мной. Когда угощаю гостей чем-то, есть замечательная фраза в кулинарных рецептах. Соль и перец по вкусу. Поэтому каждый волен, собственно говоря. То есть вы не будете ни солить, ни перчить и предоставите эту возможность Полине? Это продемонстрирует мой профессионализм. Полина, это действительно так? Нет, ну, знаете, опять-таки, если отталкиваться от этой фразы, там, солить, перчить по вкусу, то все рестораны и кафе давным-давно бы перестали просто доводить блюда до вкуса, потому что в последнее время ставится уже и соль, и перец, и масло какое-то, заправка на стол. То есть мы все равно оценивать уже вкус примесенного блюда. Татьяна, что будете делать дальше? Я сейчас уже приступила к сервировке. А мясо? Мясо лучше резать перед... Мясо лучше резать перед употреблением. Так, хорошо. Да, Полина правильно напомнила, еще есть булочки. Они тоже обязательны для вашего набора. Ну, при данном наборе продуктов я бы, может быть, использовала булочку как своеобразный салатник под салат, под ингредиенты. Либо, да, порезала просто и оставила бы на тарелке. Андрей выбрал соус. Соус? Лисички со сметаной здраво, с ароматными лисичками. Ну, мне кажется, это такой абсолютно патриотичный с точки зрения Кировской области. Лисички у нас вкусные, хорошие. Ну, и вы решили добавить их в салат? Вот если бы сегодня были на столе картошка, лисички... А вот это очень просто, я скажу. И сметана. Вот. Я бы приготовила своеобразный салат, потому что, как ни крути, ингредиенты все сочетаются. Вот. Взяла бы тыкву, использовала бы ее как салатник, булочку как салатник. Вот. В данной ситуации можно было индейку нарезать совсем прям тоненько-тоненько-тоненько. И вместе с огурчиком ее завернуть красиво, положить. Ну, кстати, да, индейку еще никто не заворачивал. Ее надо чем-то фиксировать. Так, что нужно? Когда заворачиваешь индейку, ее нужно чем-то фиксировать. Несъедобные продукты на тарелке нельзя. Татьяна, расскажите, а вы часто вообще готовите? Когда есть время, да. А что любите готовить? Овощи. Рыбу. Расстроились, что сегодня нет рыбы? Нет, обрадовалась. Ее сложно готовить на публику. По форме тарелок я сначала решила, что будет рыбное блюдо. Андрей, над чем задумались? Что можно сделать с булочкой? Помощь Полины с точки зрения креатива была столь... Идеальна. Да, и что теперь... Ну, собственно говоря... Три, два, один. Стоп! Андрею не помогла, потому что я не успела, но морально я была с ним рядом. Я, конечно, надеялся, что она чем-нибудь мне поможет, но я прекрасно понимаю, что времени было очень мало. Как обычно, 15 минут на таймере у нас прошли. Я думаю, что участники отлично справились со своим заданием, потому что все ингредиенты у нас задействованы. Полина, предлагаю по традиции начать с дам, то есть с Татьяны. Я назвала свое блюдо «Дачный микс». Рекомендую всем, кто любит здоровую еду. И надеюсь, что Полине понравится. Дачный микс. А почему именно дачный микс? Потому что здесь использовано много овощей и яблоки. В салате использованы правильные ингредиенты. Я надеюсь, что блюдо понравится Полине. Ну, собственно говоря, мы видим разницу между женским подходом к приготовлению еды и мужским. Здесь важен не только вкус, но и эстетика. У меня больше превалирует такое мужское отношение утилитарное к готовке. Поэтому если в блюде Татьяны присутствовал и вкус, и эстетика, то я отдаю себе отчет в том, что достоинством моего блюда может быть только вкус. Произнести слово «блюдо», я как-то так скромно. Но это творение называется «Полночь». Полночь? А почему? Это ассоциативные вещи, потому что я примерно представляю, что мужчины в полночь вполне могут его, во-первых, заказать, потому что это такой хороший формат такого закусочного блюда, во-первых. Ну, а во-вторых, собственно говоря, тыква, в которую в полночь периодически, согласно сказке, все превращается. Вот после того, как салат съешь, останется тыква. У меня был вариант еще «Золушка». Но мне показалось, что блюдо, в общем, по своей эстетике не напоминает «Золушка», а напоминает именно «Полночь». Я скажу только одно. Тут вот очень, вот заметьте, женское и мужское, вообще вот прям вот… Заметно. У мужчин все четко. Огурец, мясо, салат и булка. Черного хлеба, черного хлеба. Да, конечно, все аккуратненько разрезано, все разложено, все это. Огромный минус. Зачем вы положили попку тыквы в салат? Чтобы… Зачем? Чтобы, как это, не заветрился. Я же не представился на месте шеф-повара, который приготовил блюда, которые тут же вынесут. Поэтому, собственно говоря, вот такая утилитарная мотивация мной двигала. Какую заправку вы использовали? Я использовала нерафинированное масло, здраво-подсолнечное. А вот белое сверху? Сметанный соус. Сметанный майонез. Гарниром, супам и салатом. Я все-таки приверженец одной заправки, потому что немножко не понимаю вот это вот сначала заправить маслом, а сверху еще соус со сметаной. Если было бы больше времени у меня, я бы использовала другие соусы и немножечко переиграла салат. Кстати, Татьяна посолила. Я видела салат, а Андрей как-то остался. Андрей задумался о булке и забыл про соль. Булка не давала мне покоя с точки зрения ее использования возможного. Ну, получилось-то неплохо. Ну, да. Полина объяснила мне, что это, собственно говоря, очередность употребления. Для меня один единственный большой минус – это сметанный соус сверху. Я бы все-таки его, может быть, как-то вот сбоку куда-то. Раз мы говорим о здоровой пище, вот, не каждый будет кушать соус сметанный, вот. И как-то вот это все-таки было. Огурчики, я знаю, каковы они по вкусу. Ну, то есть здесь опять типичная, я бы сказала, ошибка – просто все нарезать и красиво выложить на тарелочку. Так, салат вкусный. Это не удивляет повара, как мы уже заметили. Ну, тогда моя вот эта вот. Если задача так стоит, то я с ней справился. Знаете, я, наверное, всегда ставлю на мужчин. Можно без комментариев. Соус какой вы использовали? Лисички. Лисички. Соус здраво, лисички со сметаной. Ну, опять же, если мы говорим о здоровой пище, то какая соль? Ну, мне кажется, в соусе будет достаточно все. При необходимости я найду массу аргументов, чтобы оправдать свои действия. Приготовьтесь, сейчас Полина будет вас забрасывать вопросами. Если скажут, что, ну, в общем, где-то даже что-то вкусное, вот будет лучшая оценка. А вы пробовали, Татьяна, что сделали? Я тоже. Мне кажется, это вообще рискованное. Нет, зря вы говорите рискованно. Оба салата очень вкусные. Хотя с разной заправкой. Ну, у вас есть ложечки, вы можете взять, попробовать. Да, кстати, попробуйте свои блюда. И мне интересно, что... Поняли, что сочетание продуктов, оно есть. Если в начале приготовления я был в оцепенении, то, в общем, попробовав свое творение, я был в удивлении, потому что, ну, на мой взгляд, действительно получилось вкусно. Мне интересно, что вы скажете по поводу своих блюд. Мне кажется, божественно. Но вы же даже не думаете, что вы такое приготовите. Я представить себе не мог, заходя сюда, о том, что я... вот, что это будет моим творением. Татьяна, как у вас по вкусу? Мне нравится. Вкусно? Да. Мое блюдо мне понравилось. Единственное, если было бы чуть-чуть больше времени, я немножко по-другому использовала соусы. Предлагаю перейти к оценке блюд. Начнем с Татьяны. За вкус. Пять. Андрей? Ну, так как тут и без меня не обошлось, как я могу поставить себе меньше? Поэтому пять. Я вытащил правильную карточку. Я, честно говоря, совершенно не в состоянии сформулировать ожидания от оценок, потому что мне главное, чтобы... Если Полина скажет, что съедобно, уже хорошо. Оригинальность сочетания продуктов. Насколько креативно наши участники перемешали все ингредиенты? Насколько у них это получилось? Так, здесь как-то сложно рассуждать в данной ситуации, потому что я вижу практически две одинаковые тарелки. Было заметно, что все-таки участники подглядывают друг за другом, вот, потому что тарелки были практически одинаковые, процентов, наверное, на 80, и все-таки оценивала вкус. За другим участником я не подсматривала, было некогда. Если судить по-честному... Давай по-честному. Вот, то в плане даже подачи, в плане, как бы, понятно, мы поняли, что откуда это пошло, тыква на тарелке, все это, я все-таки поставлю 4-5. 4 Татьяне и пятерку Андрею. Хорошо. И за презентацию блюда, за подачу. Оба участника презентовали замечательно блюда, они объяснили, пояснили, рассказали, откуда, что, то есть, безусловно, 5. По пятерке. Я понимаю, что с небольшим отрывом, но сегодня в нашей программе побеждает Андрей. Поздравляем вам аплодисменты. Вы рады? Я... Ну, да. Спасибо маме. Я однозначно возьму на заметку этот рецепт, и вы вселили участие в программе, вменяя такую долю, толику уверенности в том, что надо стараться, пытаться и получится. Спасибо. 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 Спасибо.